Эту усадьбу нужно сохранить. С этим и другими лозунгами около десятка барнаульцев вышли сегодня под окна Алтая Хронкультуры. Где-то там сейчас заявление, касающееся усадьбы купца Михайлова. Наше основное требование это сохранить вот это здание и провести в отношении него экспертизу. И как можно быстрее внести его в список пока выявленных объектов, что отнесет его к временной охране. А потом уже после проведения экспертизы станет известно, внесут ли его в постоянный список или откажут. Но конечно мы бы хотели, чтобы его внесли в постоянный список, то есть навсегда. К чему же такая спешка? А все потому, что здание уже начали разбирать. Напомним, на этом месте в будущем предполагается возвести новое восьмиэтажное строение Краевой прокуратуры. В то же время в сети появились мнения, а может и не стоит сохранять эту ничего не значащую старину. Народ напрочума лишился. Какой-то барак от сноса защищать. В чумово историческая ценность. Еще один бомжатник, который давно пора снести. Но многие краеведы отвечают, тот самый бомжатник это образец усадьбы начала прошлого века. А редкие деревянные украшения под кровлей и вовсе уникальны. Своё мнение на этот счёт высказал и архитектор Александр Деринг. Он уверен, усадьба сама по себе может быть и не шедевр. Но она по сути определяет границу того самого исторического центра Барнаула, о котором много говорят. Может быть это как раз последняя линия, которую нам стоило бы сохранять. Вот здесь границу её провести. Там могут быть ещё отдельные какие-то памятники. Ну, собственно, вот это здание, оно как раз своей историей и появлением, и присутствием говорит о том, что вот здесь как раз закончился тот период дореволюционный. Это архитектура Барнаула. Потом всё, там пошло 17-й год. Краеведы и общественники в один голос почти говорят. У нас не так много старинных зданий осталось, чтобы ими разбрасываться. И в качестве примера того, как можно поступать, приводят вот этот особняк на Пролетарской. Это не памятник официально, но застройщик решил его не сносить, а вписать в современный жилой комплекс. По закону Алтай Хронкультура имеет право рассматривать заявку от активных горожан почти до конца апреля. Тем временем они сами планируют обратиться к руководству края, чтобы спасти усадьбу, а заодно обратить внимание на проблему сохранения памятников старины в целом. Впрочем, рабочие тоже не теряют времени даром. Пока активисты протестуют, разбор усадьбы ускорился. По нашим наблюдениям, увеличилось не только количество людей, но и скорость работы. Они так торопятся, что даже не удосужились поставить защитное ограждение, чтобы уберечь прохожих от возможных обломков. Илья Кочетков, Александр Антропов, Николай Шилко. Наши новости. Спасибо.